здравствуйте дорогие гости и читатели сайта заметки электрика начинаю серию статей про монтаж электропроводки в квартире первое видео я уже выложил это видео было про ванну про ванную комнату сейчас продолжаем и у нас на очереди спальня в общем имеется у нас вот такая вот небольшая спальня это примерно 15 квадратных метров тут делаются перегородочки такая балконный блок на примере этой спальни я покажу вам как провести трассировку электропроводки куда разместить розетки где установить выключатели ну и вообще полностью расскажу от а до я как будет выполняться работы по электропроводке по монтажу электропроводки в данной спальне и так сам первый этап который жизненно необходимо это необходимо определиться с тем что где у вас будет установлена нужно выпадать у заказчика в максимальном объеме и желательно с габаритными размерами его мебель я понимаю что это как бы трудно сделать тяжело сразу как бы на ходу может меняться где-то тумба выше где-то тумба ниже но тем не менее на этой стене вообще не планируется установка никаких выключателей никаких розеток от угла до практически до дверного проема здесь будет установлен во всю высоту шкаф купе так с этой стеной определились дальше стена здесь планируется установить тумбу кровать тумбу согласовали установить настенные светильники бра так но размеры тумбы мне все-таки удалось взять и так под шкаф купе сразу отмеряем от стены 50 сантиметров то есть это здесь будет установлен шкаф купе но соответственно отступаем 20 сантиметров и отмеряем тумбу так ширина кровати примерно я заложил метр девяносто семь но около двух метров то есть обычно одну спальная кровать вот очень тут кровать у нас заканчивается и ну и дальше аналогично устанавливается аналогично тумба в принципе больше на этой стене ничего устанавливаться не будет стена с балконом блоком на ней принципе я ничего на ней принципе ничего не планируется устанавливать так но осталось у нас еще одна стена эта стена 4 стена спальня в общем вкратце что на ней планируется опять же забегу немного вперед для планирования электропроводки в каждой комнате необходимо необходимо определиться в какую сторону будет будет открываться дверь в нашем случае дверь будет открываться вот к стене в эту сторону то есть по логике как бы вещей выключать и должен быть установлен со стороны вот на этой стене но как я уже говорил здесь будет установлен шкаф купе поэтому выключатель я вынесу на эту сторону на вот эту ступиковую стенку принципе как бы смысл один или так включить или так к тому же все равно со стороны спального места со стороны кровати будет управление общим освещением то есть там будут установлены перекрестные и проходные выключатели так ну здесь здесь у нас дверь на 80 здесь планируется установить какой-то небольшой столик с зеркалом так ну и в том углу будет установлен компьютерный стол сюда приходит на эту стену другая розеточная линия прямо с квартирного щитка приходит на сюда на двойную розетку и и отсюда же уходит перемычкой на розетки для второй тумбы так еще одна линия освещения приходит непосредственно с квартирного щитка прямо на выключатель здесь будет установлен одноклавишный выключатель приходит питающая линия для включения настенного светильника или бра то есть на отметке так это сказал эти на тумбы на уровне 60 сантиметров установлены будут блоки розеток и выключатели а настенный светильник на уровне метр сорок с одной стороны с другой естественно с одной клавиши будет управляться один бра другой клавишей второй бра здесь перекрестных никаких выключателей нет обычно стандартная схема с одноклавишным выключателем только питание сюда приходит с квартирного щитка дальше поднимается перемычкой для питания второго одноклавишного выключателя ну и потом уже от каждого выключателя идет на нагрузку набра свой как как кабель перемычка сюда с квартирного щитка будет приходить питание три на полтора и здесь будет стоять два проходных выключателя выключатель установлен установлен на высоте 90 сантиметров от пола и 20 сантиметров расстояние от дверного проема ну здесь как бы не вернуть по им здесь как бы угол сильно прижиматься тоже ни к чему будет некрасиво а здесь по симметрии будет два то есть здесь будет двойной выключатель и здесь будет двойной выключатель к вы по симметрии очень хорошо будет смотреться дальше нагрузка будет разделяться на две группы отсюда пошел один кабель на тумбу номер один вот он пришел на перекрестный выключатель и оттуда же приходит 2 линия группа номер два на 2 перекрестный выключатель далее с этого перекрестного выключателя с номер один и номер два кабелей поднимаются и уходят на тумбу номер два здесь установлены два одноклавичных проходных выключателя будет установлена здесь то есть свет можно включить первую группу из трех мест то есть освещение в спальне можно освещением спальни можно управлять с трех мест первое это на входе спальню второе управление это у тумбы номер один и третье управление пумы номер два вполне удобно комфортно не надо бегать каждый раз лег хоть с одной стороны хоть другой на выходе и включая себе освещение так ну и соответственно раз у нас соединение все будут выполнены в распредка не вас 5 коробках а подрозетниках то отсюда уходят две две линии на освещение вот они пришли линия номер один и линия номер два тыл эта стена тоже будет зашиваться гипсокартоном поэтому пришлось все кабели как бы немножко зажать перфолентой вот вот в комнату с электрощита приходит линия розеточная линия опускается до розетки назовем ее розетка номер один она расположена на расстоянии 30 сантиметров от пола ну тут конечно с небольшим запасом так как пол будет наращиваться естественной отметку я выставил 33 так напоминаю что электропроводку я делаю без распаячных коробок поэтому соединение розеточной линии последующей розеточной линии я осуществлять буду в подрозетники данной розетки в общем вот пришла линия 3 на 2 с половиной ввг бвг раз кабель ввг то все что скрыто за натяжным потолком я протягиваю в гофре 3 на 2 с половиной протягиваю 20 гофре а три на полтора 16 хотя в принципе и три на два с половиной хорошо залазит 16 гофру как в общем вот пришла линия с щита здесь розетка номер один она как бы бытовая ничего особо сюда не планируется включать там пылесос возможно там уж торшер какой-то здесь будет не знаю так отсюда кабель уходит наверх проходит по верху и опускается на блок розеток для телевизора здесь будет размещаться блок розеток то есть две розетки и еще антенная розетка так данный блок будет размещаться для телевизора подальше отойду на расстоянии метр пятьдесят от пола здесь спальный высокой телевизор задирать не требуется потому что будет смотреться это все лежа и если сильно высоко и установить то придется сильно задирать голову как бы принято вот метр пятьдесят метр шестьдесят максимум для спален но опять же все это по индивидуальному случаю и так в этот блок приходит кабель от розетки номер один то есть это назовем в розеточный блок номер розетка номер два назовем сюда же приходит антенный кабель все антенные кабели спальню в маленькую комнату в зал будет приходить отдельными линиями и соединяться это все будет на вводе в квартиру в отдельном таком щиточки я потом отдельно покажу вам его расключение ну вот кабель также приходит 16 гофри и туда он на выход крепление кабеля к стене осуществляется с помощью дюбель хомутов пластиковых дальше забегу вперед почему так сделано это стена будет зашиваться гипсокартоном поэтому как бы сделано поверх без штропа поверх стен закреплена закреплены кабель так ну и здесь аналогичным образом все будет соединяться в подрозетнике и уходит перемычка на розетку номер три вот здесь будет располагаться розетка номер три здесь планируется установить компьютерный стол здесь в углу будет стоять розетка номер три предполагается что будет находиться над столешницей стола столы все принципе идут где-то от 70 до 78 помн до 74 сантиметров высота поэтому данную розетку я разместил на высоте 90 сантиметров чтобы было немножко над столом очень удобно включить какой там светильник или не знаю ночник еще что-нибудь тот же телефон здесь же зарядить как бы не отходя от косы вот то есть ну и далее здесь опять же две розетки двойная розетка будет ну и ниже уходит на розетку номер четыре здесь будет розеточный блок из трех розеток предполагается это для компьютера для питания компьютера то есть монитор компьютер там периферийное устройство принтер сканер там и т.д. и т.п. мфу естественно что для компьютерной розетки номер 4 я проложил кабель интернет кабель и теперь 844 пары вот этот кабель тоже приходит прямо с квартирного щитка и также во все комнаты то есть их зал в маленькую комнату и спальню будет приходить отдельные линии этого и в квартирном щитке будет это все о вернее будет отдельный щиток стоять с роутером запитана квартирного щитка и там вот эти кабели будут соединяться вот по этой стене в принципе все а ну да то розетка нижняя тоже на расстоянии 30 сантиметров от пола все вот эти нижние розетки три сантиметров над столом 90 для телевизора 150 выключатель у нас тоже 90 вот по этой стене как бы все крепление к потолку всех кабелей я делал осуществлял на клипсах ну вот как-то так это шлейф спальни тут шлейф с другой с маленькой комнаты все это объединяется и идет квартирный щиток здесь идет отпайка в зал на розеточную линию здесь идет розеточная линия освещения два кабеля ванная комната стенка вот еще не зашита ну в общем пока все дальше клеим листы на стены выводим вот эти пучки приготовленные проводов и переходим к установке подрозетников и расключения берется коробочка убирается заглушка с одной стороны второй коробки с другой стороны берется соединитель в соединителях есть защелки то есть защелкиваемся не день соединитель до щелчка то есть и получается вот такая монолитная можно сказать конструкция ну вот на спальне уже собрал коробки значит будет по четыре блока около тумбы тумба 1 тумба 2 эта розетка обычная розетка будет около двери для пылесоса там или еще чего-то так тройной блок для телевизора 2 розетки и 1 антенная розетка розеточный блок тройной розеточный блок над столом компьютерным и четверной розеточный блок плюс тройной розеточный блок плюс розетка для интернета это будет под компьютерным столом первая группа освещения это основное освещение здесь установлена 9 светильников уже установлены закладные они по периметру идут они будут управляться я уже говорил они будут управляться проходными выключателями здесь будут установлены здесь будет выключательно на одной тумбе в другой тумбе будет второй выключатель и третий выключатель основного освещения будет приходит в комнату вторая группа освещения это светодиодная лента про ее установку и схему подключения также выбор блока питания и контроллера я очень подробно рассказывал в отдельном видео так что переходите по ссылочке и смотрите его управление светодиодной лентой также осуществляется с трех мест у одной тумбы у второй тумбы и на выключателем при входе в комнату также ленты можно управлять с помощью фильта управления все сейчас ребята будут натягивать потолок и и покажу чуть позже уже конечный результат ну вот в общем хочу показать вам уже готовый результат практически готовый результат это наши два выключателя при входе спальню проходной выключатель первой группы освещения и второй группы освещения напомню что это здесь будет установлен проходной выключатель для коридора здесь будет установлен обычный одноклавичную одноклавичный выключатель для соседней комнаты спальню как я вам и говорил первая розетка то есть блок розеток номер один я установил чуть дальше дверь чтобы дверью не заслонять их установлена она на высоте 30 сантиметров от уровня пола далее у нас блок розеток номер два для телевизора находится на высоте 150 сантиметров от уровня уже чистого пола так идем далее блок розеток номер три это вот покажу вам угол компьютерного стола блок розеток номер три здесь будет установлена три одинарных розетки высота установки данного блока составляет 90 сантиметров что как раз соответствует то есть находится чуть выше чем высота столешницы ну и блок розеток номер четыре это три розетки и одна интернет розетка в конце находится на высоте три сантиметра от уровня пола в общем вот так вот это все смотрится уже практически в чистовом варианте так это другая стена это блок розеток и выключатели над тумбой как видите тумба высота у тумбы 52 сантиметра и розетки установлены на высоте 60 сантиметров от уровня пола то есть самый раз не вы не высоко не низко самый раз ну и здесь установлен сделан вывод для бра здесь у нас будет установлена одинарная розетка для зарядки там и прочих нужд одноклавишный выключатель для включения бра проходной выключатель ну или перекрестный выключатель зависимости какая тумба первая или вторая то есть первая группа освещения и проходной или перекрестный выключатель для второй группы освещения напомню что первая группа освещения это у нас девять потолочных светильников а вторая группа освещения это у нас светодиодная подсветка ниши другой тумбы тоже самое показывать я вам не буду ну а вот так выглядит потолок уже после натяжки потолка в центре ниши напоминаю светодиодная подсветка будет как-то вот так вот ну вот на этом пожалуй и все что я хотел рассказать вам про монтаж электропроводки спальной комнате сейчас я буду заниматься чистовым электромонтажом устанавливать розетки выключатели телевизионные розетки интернет розетки также буду устанавливать потолочные светильники но об этом я вам буду рассказывать уже в отдельных видео так что кому интересно подписывайтесь на канал если есть вопросы по данному видео спрашивайте в комментариях а с вами как всегда был Дмитрий автор сайта заметки электрика до новых встреч до новых встреч